Это не является, она не является территорией, она не передает территорию на 100%. Google карта, Яндекс карта, она не 100% территория. Также у человека, у каждого человека через фильтры восприятия очень много проходит информации. И он из этой информации что-то для себя выделяет и формирует свое понятие о мире. Понимаешь? И ты вот к этому понятию подстраиваешься через пирамиду. Вот так, если более понятно. Наверное так. А есть подстройка, которая более такая, так сказать, более существенная, которую в моменте ты можешь сделать. Это подстройка под позы, подстройка под поведение, подстройка под голос, подстройка под... Ну вот такие моменты. Тембр, голос там. Что еще? Быстро человек говорит или медленно. Вот это тоже хороший момент. Быстро или медленно человек говорит. Когда человек там быстро говорит, значит он думает быстро. Если медленно он говорит, значит он и медленно думает. То есть ему нужно доносить тогда свои вещи, какие-то более медленно, свою речь замедляет. То есть она сжомка. Сжомка, более солна. Проблема у меня была очень умная, женщина. Она просто не успевала, не успевать, папа тебе назовет. Я не успевал на ней. Бывает и такое. Бывает, ты спрашиваешь, чем что сделаешь. Да, и она, мне кажется, знает на шаг, ну, мой шаг вперед. Ну тут, ты говоришь, когда быстро тараторишь, очень быстро все проговорил там. Человек здесь остался, он еще здесь тебя не понял, на первом условии. Он тебе начинает опять вопрос задавать. Ты опять ему очень быстро это все рассказал. Он уже только здесь. Ну, то есть вот так, это про это. Про голос, высоко-низко, это, я не помню, к чему это относится. Но под это тоже можно построить. Громко хочу, значит, тоже громче начинаешь говорить. Вот, это подстройка. Где-то все углубить можно. В смысле, про честь. Ну, про вот это, на лингвистику. Международный центр психологии и развития. Тренинг называется лингвистикой. По-позже. Сейчас ты, ну, чувак. Сейчас денег заработаю. Мне, по-позже. Мне, кстати, очень классный тренинг. Еще один тренинг не заплатил. Я пойду за него точно еще раз. Там это все разжевывает. И мало того, то есть это такие вещи, вот это, что я рассказывал, что нужно прорабатывать. То есть, это нужно, да, постоянно. Можно брать кого-то в бар, пытаться подстраиваться. Я вот, например, я про это знал. Брал Кумин, Саша. Брал ООО, садились, я пытался. Ну, делать прям. Че нет, нормально. Вместо первой встречи. Ну, нет на сегодня первой встречи. Человека тянешь, другого. И все, проводишь первую встречу с ним, а че нет. Ну, хотя бы вот эти моменты подчеркиваешь для себя. Стоит на сейчас, кому, 70 тысяч. Еще мой процент, здесь 5. Так, че еще? Это про тембру. А, есть еще 4 типа людей. Ну, вот, если можно, так сказать, типа, не знаю. Первое, это отношенцы. Второе, это властники. И техники. Ты сказал, 4 типа. Четвертое относится по половому признаку. Во второе, в последний тип переходит, когда там, не знаю, хотят от человека, не на него, написать, что там, другого, встречу, свидание. Это, как мои клиенты, лысики, да? Ну, чтобы понятно, отношенцы, это те, которые всех считают друзьями. Вот они, у них как, вот отсюда вот все идет, это, ворон, это, они так улыбаются, милые такие, ааа, хорошо. Вот, с ними это еще так же надо общаться. Властники это те, кто там, бизнесмены, например. Они на всех людей сверху смотрят и дают. Ну, они же встречали. Да, с ним надо точно так же разговаривать, с ним надо переходить на такие-то навыки. У меня была такая встреча. Если так же на него сверху смотреть? Ну, не сверху смотреть, а прям вот так, тоже обычно, там, не знаю, как он, подстраиваешься, прям под него. И это точно так же. У меня была такая встреча, я лично себя вот сюда вот отношу, у отношенцев, я для всех друг, добрый. Вот. Пришел на встречу вот в высоту, на красных воротах. Человек, я, этот властник, он прям такой, видно, что, может, не бизнес, но в центральном параде МВД уработал. Он на миле кричит, он вот так вот это, вот сидел на чаке, потом встал, пошли по квартире дальше общаться. То есть один раз по квартире прошли, во второй раз справился, встал, ровно, все, и человек начинает более тесно относиться, и общение пошло на другой уровень. То есть пошел к убеждениям, он до этого, ну, или хотел переходить туда, не получалось. И про Лисе мыслим очень-очень прям скользко, его негативно. Я у него просил взять план ДТИ, он мне сразу нет, я говорю, да что нет, что-то такого, информация-то открытая. Что-то такого. Я сказал нет, значит нет. Ну, то есть вот так. Я ему еще какой-то вопрос задал, он встал, все кинул, ушел. Он походил, походил, вернулся. Ну, такое вот, кипишное, чувак-чувак. Техники, это, которым надо все разжевывать. Они так с головы все берут, им все по деталям надо. Вот им надо честно рассказывать, как аукцион, например, если это прям по деталям, все как можно больше разжевывать. Прям всякие мелко-мелко-мелко-мелко. Ну, такие типа. Ну, а это, половой, когда с человеком начинаешь. Вот это, если честно, на лингвистике мы делали, эти моменты прорабатываем, это невербально. То есть ты стоишь к человеку, человек стоит, например, в другом конце комнаты. И ты начинаешь вести себя как отношения сначала, да, там как-то улыбаться, не знаю. И если человек с другого типа, ты начинаешь это все прогонять по очереди, да, ну, безуток. Начинаешь прогонять, начиная как техник там что-то ему показывать, потом как власть себя вести, потом это. И если человек, допустим, к этой категории принадлежит, то ты когда начинаешь вот это себя отвести, вот так вот, он, ему хочется к тебе подойти. Вот так, хочу сказать. Вот такие были практики. Вот. Типа поближе, знакомый. Ну, типа того, да. То есть эти моменты я все-таки отношу не к углублению рапорта, а к тому, что тебе проще с человеком рапортом строить. Вот так. Похоже с ней. В смысле? Вот она не похожа. Наверное, да. То есть если ты отношения с ТСО-шефом, будет ему все-таки проще выстраивать отношения. С властниками там тяжелее. Я могу сказать, что вот договор был по верхним полям. Я с человеком рапорт выстрелил за час. Вообще все. До ценностей, до всего дошли. Вообще просто с человеком просто вообще круто было. Нормально. По всем вопросам открыто. В один раз в сихоте я сошли. Сам по себе открытый человек. Может быть с кем-то он закрытый. Может кто-то если к нему придет так, разговаривать начнет. Он естественно не будет с ним настраиваться. Все-таки да. Мне было проще с ним. Кто? В отношениях? Да, в отношениях. В силу того, что ты отношений, там тоже было отношения, если вы все равно... Честно говоря, я на это внимание особо не обращаюсь. То есть когда уже человек явно мне демонстрирует, я как тупица, сижу этого не понимаю. Когда явно демонстрирует, тогда я обращаю внимание и подстраиваюсь. А вообще я захожу ко всем одинаково. Веселый, да, добрый, веселый. Всего лишь 300 тысяч за покупку в продажу. А что, поскольку ты говорила про лингвистику в таких курсе, это звук в МИЦ, это обращается. Да, лингвистика. Международный центр психологии и развития. Проводит его Филипп Богачев, Алексей Лукин. Ну там еще есть тренера в регионах. В Москве проводят Богачев и Лукин. Это тренинг по продаже. Там состоит... Преимфонят.